Если вы увлекаетесь психологией, то наверняка вы слышали об инструменте психологов метафорические ассоциативные карты, сокращенно МАК. Давайте сегодня поговорим об истории их создания и принципе работы. МАК как инструмент психотерапии появились в 1984 году. С тех пор карт для работы появилось великое множество. Они стали практически основным проективным методом современной психотерапии. Первые карты нарисовал художник Эли Раман. 49 лет назад он создал колоду 88 изображений, которая стала прародительницей всех карт сейчас. Ее название О. Колода состоит из разных образов и сюжетов. Сейчас карты делятся на категории – портретные и ресурсные. Но первая колода, она абсолютно универсальная. В ней есть карты и с пейзажами, и с жизненными иллюстрациями. Изначально эта колода не рассматривалась как психологический инструмент. Но в 1984 году карты попали в руки психолога Моррица Эггетмейера. Он решил попробовать добавить их в работу со своими пациентами. И с тех пор началась эра метафорических карт психологии. Иллюстрации на картах задействуют наше воображение и чувства, дают возможность вытащить из подсознания ту информацию, которую человек не до конца понимает или которая спрятана очень глубоко внутри. Маг использует и в обычной жизни для поиска непростых решений, для вдохновения, к ним обращаются при беспокойстве. Порой сложно понять истинную причину этой тревоги. В этих моментах карты помогают посмотреть в себя и увидеть ответ. Удивительно, но все ответы на наши вопросы есть внутри нас. Схема, на которой основана работа с ассоциативными картами, это работа проекции. Что такое проекция? Это такое свойство психики, которое дает возможность человеку считать свои осуждаемые качества личности, неосознанные переживания, не своими. И получается, что таким образом можно не нести за них ответственность. Это очень облегчает движение мысли, когда она не зашорена социальными условностями и оценками. Переносить свои состояния и эмоции человек может и на людей, и на различные предметы. Поэтому одна и та же карта вызывает у всех разные ассоциации. Интерпретировать изображение на карте, каждый человек будет опираясь на свой жизненный опыт. Название первой колоды метафорических ассоциативных карт «О» появилось из разного опыта работы с пациентами. В ходе психотерапии они, смотря на карты, восклицали «О, вот, это оно». Так очень часто срабатывает. Карта выпадает так, как будто бы под состояние человека. И это кажется даже магией. Но на самом деле сначала идёт состояние, а потом уже призма, через которую видит человек эту карту. В любой карте можно увидеть своё актуальное. Колода «О» содержит в себе не только изображения, но и слова. Важно сначала работать с картинкой, а уж потом доставать слова и накладывать их на те смыслы, которые были уже проговорены. И да, можете не искать, как выглядела эта колода. Мы её уже нашли и дарим вам. Переходите по ссылке в закреплённом комментарии и забирайте. А в нашем пакете инструментов «Сама себе психолог» мы собрали для вас 4 колоды маг, 2 медитации и 2 таблицы для работы со своим состоянием и страхами. Ко всему идут видео и текстовые инструкции. Ссылка в закреплённом комментарии.